Ну, живой, конечно, иногда чересчур живой. А теперь я приглашу Юлю Зайцеву. Да, да. Розочка только пришла, пусть она немножко отдышится. Хорошо? Эта штука неустойчивая. Осторожно с ней. Юлечка замечательный журналист. Вы, наверное, видели, чему посвящено. Или Юль сама скажет. Давай, держи. Ты же будешь показывать еще? Нет, нет. Я не готова. Как-то никто не держал. Вроде держится. Ну вот, Карина сказала, что я журналист, поэтому сегодня я всю жизнь пересказываю чужие доклады. А сегодня я в таком очень непривычном для себя амплуа, поэтому вы не судите строго. И, знаете, так получилось замечательно, что мой доклад во многом перекликается с тем, что говорила Марина Михайлова в первый день нашей конференции об искусстве и о том, как отец Александр понимал искусство, и о том, как по-христиански читать нехристианское искусство. Там была такая фраза. С другой стороны, когда я готовилась, я все время думала о том, и мы с вами знаем множество примеров, как поразительно идеи отца Александра Мения расцветают и плодоносят в его духовных детях. Вы все знаете их. И, в частности, вот Лилия Николаевна Ратнера, о которой я тоже буду говорить сегодня. Так вот, как же Бог говорит с человеком через искусство? И вообще говорит ли Бог? И через какое искусство? Всякое? Или только через церковное, иконопись, фрески, богослужебную музыку и так далее, богослужебную поэзию? И, может быть, вовсе не Бог говорит через искусство, а, допустим, я художника, а, может быть, еще кто-то похуже. Ну вот, это такие вопросы, которые, может быть, в этой аудитории кажутся уж совсем простыми, но, в общем-то, они не такие очевидные, как кажется, в начале. Особенно те, кто только входит в церковь, часто считают, что искусство относится к области светского, мирского. Оно должно остаться за порогом храма, что творчество является чем-то греховным, что оно целиком принадлежит падшему миру, что истинный христианин не должен заниматься ни живописью, ни литературой, ни любым другим видом творчества. Вот последние несколько строк – это наблюдение отца Александра Меня, который, конечно же, наверняка не раз сталкивался с такими убеждениями, полемизировал с ними. И пример такого противопоставления может каждый из нас, наверное, привести. И у меня тоже есть воспоминания о моем друге, который в 80-е годы непраздно так занимался творчеством, была так у Джавы, у него были литературоведческие исследования, он ставил с детьми в школе пьесы о Куджавы, писал песни на его стихи и так далее. А потом обратился, а потом рукоположился, и все, как отрезало, потому что просто все было выброшено вон, потому что это не совпадало с его представлением о церковном искусстве, о том, как оно должно быть. Вот вспомните, наверное, есть такие примеры, да? Ну, и мне, конечно, ужасно жаль, что мой друг в свое время не встретил отца Александра, которого вопрос о присутствии духа в искусстве никогда бы врасплох не застал, потому что у него был очень последовательный, богословски аргументированный взгляд на природу творчества. И сейчас я немножко его почитаю. «Христианство есть религия воплощения», говорил он в беседе с художниками. «Оно не отрицает материю, мир, природу, ценность творения. Во всех сферах проявляется духовное ядро». И примеры он приводил из самых разных областей культуры. Он говорил, «Куда бы мы ни взглянули в прошлое, нарисован ли на стенах Альтамир и Зубр или Мамонт, воздвигнут ли на скале Акрополя Пантеон или вьются затейливые узоры на пагодах Индии или же играет солнце на мозаиках Византии или в витражах средневековых соборов, это всегда внешнее отражение, человеческое воплощение духовной жизни. Это всегда феномен от глубинного религиозного ощущения. Когда человек видит внутренний себя, вечность, окружающую природу, так он и строит свой дом, храм, картину, даже предметы обихода». Как мы видим в избранных им примерах, через запятую соседствуют памятники неолита, языческие шедевры и знаменитые средневековые произведения церковного искусства. И такое рядоположение, вероятно, не только тогда, в 89-м году, когда прозвучали эти слова, но и сейчас может покоробить тех, кто считает, а нет ли в творчестве соблазна, нет ли в нем источника для гордыни, нет ли в нем элементов демонического. Это я тоже взяла из его полемического выступления. «Конечно, есть, отвечает им отец Александр, но дело не в творчестве, вовсе не в искусстве, а в нас. Это мы искажаем, это мы употребляем живопись и поэзию для того, чтобы создавать цветы зла. То есть зло, демоническое начало, может транслироваться через искусство, но это не значит, что, исходя из этих опасений, нужно изгнать все нецерковное искусство из сознания верующих. Нет, нужно учиться развлечению духов, это уже я все говорю, как в целом в жизни, так и в отношении искусства. Помня о том, что мы есть носители природы в себе. Отец Александр говорит, но у нас есть такая часть, причем эта часть важнейшая, центральная, делающая нас человеком, которую мы не заимствовали у природы. Обшарьте мироздание, и вы не найдете там творческого духа. Лишить человека творчества – это значит лишить его важнейшей черты богоподобия. Какой же образ и подобие, который не творит, который говорит, что творчество – это вред, что это от лукавого. Вот именно с таким восприятием творчества от лукавого столкнулась в первые годы своей церковной жизни художник-график Лилья Николаевна Ратнер, наша прихожанка, которую многие знают, помнят и любят. Как она не раз рассказывала в своих интервью и просто в дружеских беседах, в 80-е годы она оказалась в приходе, настоятель которого сам, кстати, киношник бывший, что характерно, потому что его единомышленники-священники тоже кто-то бывший переводчик, бывший художник и так далее. Так вот, эта плеяда отрицала всякую возможность вне церковного творчества, Лилья Николаевна вспоминала, «В какой-то момент мне было сказано, что в искусстве враг легко находит себе место, что, следовательно, можно заниматься только церковной формой искусства. Я не могла понять, почему, но слушалась. И без всякой радости занималась рисованием только как работой, так как надо было зарабатывать, но чувствовала, что и это не приветствуется в Русской Православной Церкви». Это послушание обернулось для художницы серьезным духовным и творческим кризисом. И кружным путем, через череду событий, дружеские встречи, кружным путем через Армению, новые друзья привели ее к отцу Александру Меню в последние годы его жизни. Но он не только успел помочь ей выйти из кризиса, но и пробудил в ней новые грани таланта. Она рассказывала, «Меня привели к отцу Александру. Так я встретила человека, для которого культура значила очень много. Первый раз, честно говоря, я встретила такого человека в церкви. Для него культура и творчество были языком, который дал Бог. Только надо было умело этим языком пользоваться. Не всякое искусство хорошо. Есть искусство, действительно, от Бога уводящее, в котором немало соблазнительного. И тщеславие, соперничество, зависть – все это там есть. Но если ты воцерковлен и твое творчество воцерковлено, ничего не страшно. Надо только не дать искусству стать языком врага. Надо только пускать в искусство Бога, быть с Богом и следить, чтобы там не было ничего соблазнительного. Отец Александр Минь поощрял творчество, считая, что всякое искусство должно быть, если оно, пусть в скрытой форме, но славит красоту мира, а значит Бога. Когда Лилия Николаевна стала прихожанкой Сретенского храма в Новой деревне, ее слова почувствовали себя как выздоравливающая после тяжелой болезни. Однако возвращение к творчеству произошло не сразу, постепенно. Полное освобождение, рассказывала она, и понимание появилось только, когда отца Александра уже убили. Тогда все мне стало ясно. Как и многие, а из тех, что лично я знаю все духовные чады отца Александра после его гибели, Лилия Николаевна получила новое вдохновение, новый импульс для творчества. Она создала множество иллюстраций христианским изданиям для детей и взрослых, графические серии на темы Ветхого и Нового Заветов, а также рвущие душу, как она сама говорила, графические листы на темы Холокоста, народ Библии, в Освенцами и новомучеников российских. И вопрос о том, соответствует ли такое творчество христианству, думаю, уже не возникает. И в том числе у ее первого духовного наставника, который, как она сама свидетельствовала, со временем изменил свое мнение об искусстве, к счастью. Кроме того, мысли отца Александра об искусстве побудили Лилию Николаевну развивать свое собственное представление о творчестве. Она стала читать лекции в общедоступном православном университете, основанном отцом Александром, и в Библейском колледже «Наследие». И постепенно выстроила, как она говорила, целую систему, где красота – язык Бога. Результатом стала книга в поисках смысла красоты, которая давно уже является библиографической редкостью. Лилия Николаевна так заразительно рассказывала всегда об искусстве разных эпох и жанров, что в последние годы ее пригласили читать курс на факультет психологии в Российском православном университете Святого Апостола Иоанна Богослова. К сожалению, этот курс она не успела закончить, но на основе лекции издательства Никея решила выпустить книгу с рабочим пока названием «Как Бог говорит с человеком через искусство». Ну, я этой книге прихожу с редактором, поэтому я тут и сижу. И немножко о ней расскажу. Надеюсь, она выйдет в этом году, по крайней мере так запланировано. И структура ее вполне соответствует прочитанным лекциям. В уступительной беседе Лилия Николаевна излагает свое понимание значения искусства и рассказывает, конечно, предварительно о том, как трудно она к ним ушла и как ее вылечил, буквально вылечил отец Александр Мень. Она пишет, говорит, конечно, этой лекции «Настоящее искусство всегда связано с Богом. Оно всегда о Боге, даже если оно будто и не о Боге. Как морские приливы и отливы, искусство приливает к Богу, а потом отливает, но всегда о нем. Любое искусство, каким бы далеким по форме, не казалось». И, конечно, ее подход принципиально отличает книгу от искусствоведческого повествования. Она идет не от принятых в искусствоведении классификации, жанров, стилей и так далее, а именно от этих приливов и отливов. При этом она, конечно, придерживается вполне хронологической канвы, начиная с Древнего Египта, античности и далее через Средневековье и Ренессанс, добираясь до нового и новейшего времени, где особое внимание уделяется Малевичу, Шагалу, Пикассо, Дали и Маранди. Например, вот как Лиля Николаевна говорила о Египте. Величайшая египетская цивилизация создала великое искусство. Она верила, что жизнь не кончается, что существует бессмертие, но она не знала, что Бог един и Он любовь. И эта цивилизация полностью исчезла. Вот почему по версии Лилии Николаевны исчезают и появляются цивилизации. Теперь античность. Античность создала нечто невообразимо прекрасное. Это такой эталон языческого искусства, который христианам не снился. Но одного у нее не было представления, что Бог един и Бог есть любовь. В итоге эта великая цивилизация исчезла с лица земли, остались лишь обломки. Но христианину невозможно же исключить античность из своего представления о прекрасном. Ну, кажется, это уж совсем очевидно. И вы знаете, я тоже так думала, пока с группой наших прикажан мы не поехали в Грецию четыре с половиной года назад. Кстати, вот в этой поездке как раз мне посчастливилось подружиться с Лилией Николаевной. И мы в этой поездке посетили не только православные святыни, но и классические античные памятники. И с каким же изумлением мы узнали от гида, что такой маршрут вот просто эксклюзив. Он создан специально для нас. Спасибо нашим руководителям. Потому что обычно православные паломники принципиально не хотят смотреть в Греции языческое искусство. И Лилия, как вы понимаете, от этого пришла просто в ярость благородную, услышав такое. Но при этом она была совершенно счастлива на Акрополе. И когда она потом рассказывала в этих лекциях о Парфеноне, этот восторг очень чувствовался в ее тоне. Так вот, значит, эти цивилизации не знали Бога. А единый Бог, который есть любовь, это главный, по убеждению Лилии Николаевны, главный инсайт, главное открытие человечества. Она говорила, Бог единый, открывшийся иудеям, христианам, это тот, кто поставил высокую нравственную планку. Потому что Библия антропоцентрична, ее человек центр мироздания, венец творения. Иудеи и особенно христиане поняли, что Бог это любовь. Они поняли, что история имеет начало и имеет конец. Ни греки, ни египтяне, ни остальные великие языческие цивилизации этого не знали. Только иудеи и христиане открыли, от того, как ты пройдешь земной путь, зависит твоя посмертная жизнь, это величайшее открытие в истории человечества. Одна из первых глав нашей книжки называется «Телеграммы от Бога». Знаете, она обсуждала со слушателем вопрос, просто спрашивала аудитория, вот зачем вы ходите на выставки? Тем более, это было как раз в то время, когда был жуткий ажиотаж вокруг выставки Серова. Помните, там ломали двери, еще было всякое смертоубийство. Зачем вы ходите на выставки? Все отвечали по-разному, а Лиля Николаевна потом это подытожила и говорила о языке образов, который, цитата, «дан нам Богом для общения с Ним и друг с другом». Это самое главное. Поэтому, когда мы воспринимаем искусство, мы должны держать на готове вопрос, чем эта картина меня зацепила, что Бог хочет сказать именно мне и именно через эту картину. Это же какие-то телеграммы, письма, обращение Бога к нам через настоящих художников. Он хочет, чтобы мы уловили, угадали, расшифровали этот сигнал и понесли его дальше. В этом, мне кажется, главный смысл художественного творчества и ключ к его пониманию. Именно в этом ключе Лиля Николаевна рассказывала и о вселенной Леонардо, о пародии на рай Питера Брейгеля Старшего, о тихой тайне голландского натюрморта, о том, как войти в картину Караваджа и, главное, зачем, о духовном пути Рембрандта, который был не только творческий, но и по-человечески так близок ей самой, о вселенском масштабе Александра Иванова, о черном квадрате в белом окладе Малевича и так далее. Эти лекции, далекие от классического искусствоведения, но насыщенные эрудицией, глубокими познаниями и живым художническим восприятием автора, оказывались одновременно и проповедью, хотя такой задачи Лея Николаевна перед собой не ставила. Но потеряв как Рембрандт всех близких и переживая свойственные возрасту болезней и скорби, она говорила в последние годы «Я никогда не была так счастлива, как сейчас. Я все время с ним», говорила она. И этим подлинным опытом она не могла не делиться, в том числе через лекции по искусству. Я завершу цитаты из французского православного богослова Оливье Климана, которую Лилия не раз цитировала. «Наша вера красива, святость прекрасна, мы должны возродить красоту, и красота это улыбка Бога. Как можно жить без нее? Бог создал мир именно по законам гармонии, красоты и порядка. Просто человек сделал все, чтобы разрушить эту гармонию, но, может быть, в наших силах ее возродить или хотя бы попытаться что-то сделать». Лилия Николаевна несомненно пыталась. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.